Привет! Мы встречаемся в Черемушках на юго-западе Москвы. И здесь от улицы Опручева в виде подковы вокруг 35-го жилого квартала Новых Черемушек и снова до улицы Опручева, то есть делает такой небольшой крюк в виде подковы, да, проходит научный прогизм. Проходит он по территории промзоны Воронцова, да, вот, поэтому никаких жилых домов здесь нету, собственно говоря, одни нежилые строения, но опять же, как и во многих других промзонах, я уже отмечал этот момент, здесь по преимуществу не промышленные, а просто разные, так сказать, нежилые организации. То есть что-то так обычно тут не производят, да, ну, в основном, всякие институты и разные такие вот офисные, сервисные компании. Немодалеку от этого проезда находятся станции метро Калужская и профсоюзные улицы. Проезд двустороннего движения автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении, ну, длина его составляет около 1 километра. Ну, появился он и застроен был как раз при застройке, вот, в общем-то, этого района, местности, вот, тут находился дальше село Черемушки и другие подмосковные села. Ну, вот, когда стали застраивать как раз вот в 60-70-х годах, то проложили этот проезд, сначала он был безымянным, как обычно, номерным и проектированным проездом до 1772 года. И вот в 1772 году он получил нынешнее свое название в честь развития науки в Советском Союзе. Ну, как мы знаем, в Советском Союзе развитие науки продавалось большое значение, наука, техника, да, это все, промышленность, ну, и наука, конечно. Понятно, потому что это, естественно, двигало экономику, ну, вот, и тем более еще в международном отношении позволяло сказать, как прекрасно живется в Советской стране, как она успешно развивается, какие большие достижения, вот, то есть это еще, конечно, имело и, так сказать, такое вот, придавалось этому еще и значение в плане международного реноме, да, данный, вот, ну, и вот решили назвать этот проезд научным, вот, тем более, что на нем довольно много таких научных организаций, научных институтов, научных компаний, ну, естественно, это все, конечно, больше было в Советское время, но сейчас тоже фактично сохранилось все-таки научная функция, так сказать, этого проезда, вот, организации, которые на нем находятся, но, естественно, опять же, много заодно в аренду, много сторонних организаций, как обычно это происходит, в принципе, по всему городу, да и по всей стране. Так что, вот, честь развития науки, ну, и потому что здесь находится, вот, и здесь, собственно говоря, да, и вокруг, вот, собственно, в 35-м квартале новых черемушек и во креслах много разных научно-исследовательских институтов, организаций, учреждений, связанных с наукой, скажем так, вот. Итак, что же здесь находится? Как я сказал, жилых домов здесь нет, то здесь находится фабрика «Пицца Норд-2000» под номером 2, строение 1, новый воровславный храм священного мученика Илариона Верейского, вот, это, по-моему, единственный храм в честь Илариона Верейского в нашем городе, здание под номером 4, рядом находится специальное предприятие при правительстве Москвы, вот, которое занимается монтажом, ремонтом и обслуживанием объектов гражданской обороны и бомбоубежищ, такое специальное предприятие, оно, в принципе, создано было в 1373 году, как база Мосгорисполкома, вот, потом была переименована в 1374 году специальное предприятие Мосгорисполкома, в 1391 году специальное предприятие при правительстве Москвы, ну, а теперь вот называется тоже такое вот специальное предприятие, то есть, носит твое название вот как раз с 1391 года. Ну вот, высокий очень забор, дворя до колючки, сигнализация, очень усиленная охрана, ну понятно, потому что предприятие такое непростое, связанное как раз с обеспечением жизнедеятельности важных объектов. За ним находится здание бывшего проектного научно-исследовательского института медицинской промышленности Гипронимедпром под номером 6, которое было основано в 1947 году, вот здесь располагалось также в советское время издательство «Медицина», ну в 2006 году, в общем, при этом компанию приватизировали, вот, и передались в Министерство промышленности, в Ведение Росимущества. Ну и, в общем, в 2011 году институт признали в итоге банкротом, ну и тут фактически института уже, в общем, нету, и они арендаторы находятся. Но, рядом зато есть и действующий институт, НИИ-система обеспечения комплексной безопасности под номером 6А, вот, а также НИИ-Медполимер под номером 10, ну тут, кстати, тоже многое сдается в аренду в этом институте. Также рядом находится офисный центр на научном, вот, по номер 8, вот, бывший НИИ микробиологии и иммунологии Российской Академии Наук, вот, ну тоже вот бывший, да, это здание 393 года, а офисный центр тут находится с 2000 года, то есть, когда институт фактически перестал работать, ну или по всякому пути уже там практически все свернулось. Также здесь находится ГИПРНездрав, компания медицинская под номером 12, работает с 1932 года, и с 1935 года он являлся ведущим институтом в области проектирования учреждений здравоохранения, вот, то есть, вот, проектировать всякие лечебные учреждения, там больницы разные, поликлиники, не только в Москве, вообще в стране, да, вот, в Советском Союзе, вот, это вот как раз занимался именно ГИПРНездрав. ГИПРНездрав. Ну, теперь, собственно, он, в принципе, работает, проектировать всякие учреждения здравоохранения, но уже, наверное, больше половины станут под офисы, то есть, так сказать, идет в аренду, а не институт. Вот, также на улице находится кафе-столовая, банкетный зал под номером 12, здание 1332 года построить офисный центр с парки для меня автосервисом под номером 13, здание 1390-х годов постройки. Ну, также, вот, есть тут бизнес-центр Смарт Парк, вот, на территории бывшего НИИ Витаминов, вот, НИИ Витаминов, вот, с 1335 года назывался НИИ Витаминов институт контроля лекарственных средств. Вот, как бы, два института таких было, вот, и по витаминам, и по контролю лекарствами. Ну, а теперь, соответственно, бизнес-центр находится с 2013 года, по сути, тоже уже бывшие, так сказать, НИИ Витамины. Реконструкция прошла, началась в 2011 году, и завершил в 2012 году. Вот, здесь три корпуса, было объединено, в общем-то, в одно здание, ну, территория есть беседки, парковка для арендаторов, озеленение, кафе-столовая и так далее. Ну, и вроде еще есть действующий институт, не дезинфектология, дезинфекция занимается, да, под номером 18 зданий, также офисные здания, под номером 18-я, а деловой центр 9 акров, под номером 19, который находится над Оврагом, вот, с текущим трубе-притоком речки Котловки, которая тут рядом находится. Ну, и рядом второе здание делового комплекса 9 акров с апартаментами, 16-этажный комплекс, вот, и здание стоит из офисной части, и апартаменты с панорамным видом. Ну, и еще, конечно, важным объектом, ну, раньше едва не сам главным объектом на этом проезде, является технопарк Слава, под номером 20, это бывший филиал второго часового завода, вот, ну, и тут, собственно говоря, около 9 зданий, это как бы технопарк, теперь 9 зданий, которые расположены на огороженной охраняемой территории. Вот, ну, когда-то вот тут часы выпускали, да, сейчас вроде немножечко там что-то сохранилось, какое-то небольшое часовое производство, но тоже под вопросом. Ну, а в основном, так сказать, тут всякие, так сказать, разные организации, ну, вроде как, что-то такое немножко делают, поскольку технопарк, вроде, что-то такое, каких-то научных разработок для медицины, транспорта и связи. Вот, ну, естественно, старые здания были реконструированы снаружи и изнутри. Так что, в общем, часового завода здесь уже тоже нету, технопарк, ну, не знаю, что там, я думаю, просто обычная офисная компания. Ну, в общем, как мы видим, также есть автосервисные компании, ну, как, в общем, промзонах практически всеместных, понятно, много гаражей, особенно по нечетной стороне проезда. Ну, естественно, и вокруг всяких этих офисных зданий, бизнес-центров, всякие автопарковки, ну, как обычно. Также идет строительство электроподстанции Котловка для неподобного 8. Ну, как мы видим, здесь вот раньше было много институтов, особенно медицинского профиля, ну, а сейчас уже практически ничего от этого не осталось. Ну, что-то немножечко там теплится, какая-то такая дезинфектология, там что-то такое есть. Ну, очень мало, очень мало, и предприятий тоже какие-то были, ну, в частности, часовой завод, ну, к сожалению, уже практически ничего не осталось, очень-очень мало. Ну, и, как мы видим, естественно, в промзонах достопримечательностей обычно не бывает, если только не совсем они старые, где есть какие-то здания промышленной архитектуры, там еще 19-го века сохранившиеся, поэтому, естественно, особенно здесь делать, в принципе, нечего. Ну, можно посмотреть, например, особенно кто-то раньше не был, вернее, раньше был на научном проезде, но посмотреть, как он изменился, потому что изменения, конечно, очень разительные, под сомнением, например, советские времена, когда многие здания преобразились, уже поменяли свое назначение, поэтому, ну, те, кто особенно знал этот проезд раньше, ну, конечно, я думаю, будет очень поражен, как он ныне выглядит. Ну, доехать сюда будет, кстати, на трон Калужское пешком, через улицу Обручево лучше всего, наверное, доехать, ну, можно на автобусах. Вот, раньше автобус вроде ездил там до научного проезда, сейчас не знаю, ездят какие-то автобусы или нет. Ну, раньше много предприятий, здесь было всяких институтов, ну, а сейчас там бизнес-центр, поэтому не знаю. Смотрите там по навигаторам, по карте, там, приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.